Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не бурса, а колледж Согласен, согласен Московский областной медицинский колледж Все верно, все верно Никакой бурсы, это все колледж А почему вы взяли вот колледж, если это не российское название? Спросите у того, кто его взял Колледж не российское название? Мы не брали Ну да Нам просто готовые дали, мы не брали Мы все с Америки берем Шарага, знаете, вот это вот Ну, на Россию это шарага Шарага, шарага Так, а вы дальше потом планируете выше идти или нет? Да А медики вот, ну, какая именно профессия? Я недавно общался с патологоанатом Дерматолог Дерматолог Ага, дерматолог Я этот И кто еще? Психиатр Психиатр Тут еще патологоанатом есть Понял А можете назвать, вот почему вы выбрали именно эти профессии? Потому что меня привлекает это направление, да Я психов люблю Проблемы с кожей Да, для меня это интересно А я психов люблю вообще Для меня это интересно А скажите, пожалуйста, ну, дерматолог не в обиду, но в контексте разговора не сильно интересная тема А вот к психологу есть пару вопросиков, могу задать? Да, конечно Психиатры вообще-то Извините, извините, я всегда путаю, кстати, расскажите, в чем разница Психиатры это именно, которые психические заболевания, психолог это, которые чисто консультируют, возможно, да Что-то душевное Это вы в общежитии сидите? А? Вы в общежитии? Не-не, мы квартиру снимаем Миша сказал, что в общежитии Да, это бывает у Миши, ну что ж Я в общежитии Это мой будущий клиент в целом А, ну, понял Так вот, по поводу, еще раз, новый психолог Не обижайтесь, если я буду путать Для меня это сложно Психиатр 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 Отлично Как вы считаете? Могу вам предложить эксперимент Смотрите, заключается в следующем Вы можете даже какую-то диссертацию на эту тему записать Смотрите, найдите где-то вот футболку Вот с таким стимволом, как у меня Можно вот с таким флагом, как у меня И просто зайдите в рулетку Только растив поставьте И просто, знаете, вот молча сидите И там записывайте Проведите какой-то анализ Вот, а потом проанализируйте У вас будет огромный материал данных И придите к какому-то выводу Я даже знаю уже, к какому выводу я приду Серьезно? К какому? Очень интересно Ну просто я, в принципе, не просто так Украину поставила Потому что я листаю и вижу то же самое Что и вы О, это здорово Знаете, это очень сильный аргумент в вашу пользу Но давайте разберемся А с чего все началось? Без понятия Без понятия? Я не понимаю, почему люди настолько агрессивны К друг другу в целом Я полностью вас поддерживаю Согласен Но давайте все-таки попробуем Правильно? Вы же как доктор Вы должны найти причину Вы же лечите не последствия, а причину Мне интересно Вы сейчас со мной разговариваете Вот по-доброму На серьезе? Или потому что там, не знаю Стримы, все такое По-доброму? Это как? Не понял, что такое по-доброму? Ну, вы пожелательно разговариваете Ну, типа, не с какими-то там Так я вообще по жизни добряк Я, знаете, как там говорят И муху не обижу Ну, в тихом омуче Согласен Но при этом задаются такие провокационные вопросы Чтобы как-то вывести Я только общался с белорусами Мне все говорят, что я задаю провокационные вопросы Ну вот-вот, есть такое Ну, я с вами не соглашусь Я же аргументирую свою позицию Вот я же говорю Вот вы как врачи Или как доктор Как правильно, кстати? Доктор или врач? Да и врач И врач, и врач, и доктор То же самое А, понял Вот вы как доктор и врач Вы должны понимать Что нужно найти первопричину И ее лечить, устранять Правильно или неправильно? Ну, правильно Но только вот В этой ситуации это не подходит А А чем эта ситуация отличается? А потому что Это не какое-то заболевание Патологическое Это скорее на моральном уровне Все Вот это Некая ненависть друг к другу Это не заболевание Поэтому мы как врачи Согласен Это не заболевание Я не говорил, что это заболевание Но все равно Нужно же понять Откуда ненависть пошла Так же, как и не психическое отклонение Это к этому ничего не относится Это просто душевно Просто душевно? Ну, это в любой стране так Что сейчас в Израиле и Палестине война Они тоже друг друга ненавидят Зачем? Непонятно Просто так Нет, давайте все-таки Я из Украины, вы из России Зачем вы мне про Палестину и Израиль? Нет, ну я в общем Чтобы для примера А, ну, спасибо за пример То есть вы не хотите понять Вот, что все-таки случилось Да, почему вдруг С того ни сего Вас стали оскорблять Вам это не интересно? Почему нас оскорбляют? Да Ну, потому что в ответ Вас оскорбляют Нет, понятно Ну, знаете В ответ на ответ В ответ на ответ Ну, вылзжешь, так сказать Отправная точка И с медицинской точки зрения По психологии Мы проходили конфликты Если кто-то один провоцирует Другого ответ провоцирует А почему первый начал провоцировать? Вот, ну, всегда же есть первый, правильно? Первый, без понятия Кто у нас первый Вот, давайте разберемся Это очень такая сложная тема Попробуем вместе Дружно, так сказать Окей Давайте по простому пути пойдем Сразу, смотрите Есть две страны, правильно? Россия и Украина Угу С этим мы не спорим Угу Отлично И у каждой из наших стран У России и Украины Есть вооруженные силы Россия и Украина, соответственно Правильно? Угу Так, и здесь сходимся Отлично Войска какой страны Находятся на территории другой страны? Ну, наши Наши, да Ага, то есть российские войска Находятся на территории Украины Да Ну, да Как они здесь оказались? Так это с самого начала было? Типа, ну, произошел большой взрыв Образовалась вселенная И с самого начала Здесь российские войска? Нет, я имею ввиду еще Когда все были дружными народами Наши войска вообще в любой стране есть Не понял сейчас А в Польше есть ваши войска? У нас есть воинские части Также и в Германии Воинские части Также на территории Америки Воинские части Также на территории Израиля Чего? Да, если Можете погуглить эту информацию Давайте прям сейчас догуглю А что писать в поиск? Ну, на каких территориях стран Есть, наверное, воинские части Российской Федерации? На каких территориях стран Есть военные части России, правильно? Ну да Что-нибудь подобное Вот, смотрите Список российских военных объектов За рубежом Вы про вот это говорите? Ну да, давайте Давайте Давайте, смотрите Я вам перечислю или как? Ну да, давайте Давайте Армения, Беларусь, Грузия Грузия, кстати, знаете где? Абхазия и Осетия, которые оккупированы Ну, не будем сейчас углубляться Казахстан, Киргизия, Молдавия Тоже Приднестровье Тоже оккупированы Но тоже не будем углубляться Это, кстати, на данный момент что? Что-что? Это на данный момент Да, да, да И тут еще две страны Сирия и Таджикистан Все Ну, это вот сейчас Да, да, вот здесь и сейчас Ну, вот Ну, окей Сейчас, да Сейчас так А да Да, вот этого всего Пока от нас все не отказались Было по-другому О, вот интересная фраза Да, вот этого всего Пока от нас не отказались До чего вот этого всего? Вот этого всего Есть название? Война О, до войны От вас кто-то Не отказывался А после отказались Ну да А зачем тогда вы напали На соседнюю страну? Вы, я имею в виду Россия Понятно, что вы две милые девушки Это не про вас было Конечно Конечно Честно Я вообще не знаю Ничего об этом Я не шарю за это все Ну, а как вы думаете Подождите Ну, предположить Можно, знаете Вот, как Вы вот видите Так сказать Болезнь Вот так вот садитесь Так Что бы это могло быть? Сейчас, секунду Я не могу сосредоточиться Так Еще раз Можно заново вопрос Пожалуйста Предположить Вы можете? Зачем Россия это начала? Предположить Мысли какие-то Ну вот Опять же В этом и прикол Давайте начнем Ну и сейчас Немножко Заново Тоже Телевидение Вам показывают одно Нам показывают другое Не-не-не Подождите Подождите Стоп-стоп-стоп Я про то Мы разобрались Что Про войска Помните? Мы не разбирались Про телевидение Нет Секунду Я про то Что нам говорят Что вы начали А нам говорят Ой Нам говорят Что вы начали Вам говорят Что мы начали Поэтому Как бы Я никак отвечу На этот вопрос Если нам утверждают Что это вы все начали Так а просто Ответить Давайте по другому пути пойдем Нет Вы мне сейчас говорите То что Вот зачем вы начали А нам-то говорят Что вы начали Все верно Все верно Давайте не будем слушать То что говорит Вот я не знаю Кто что говорит И вы не знаете Кто что говорит Не будем обсуждать, кто что говорит. Помните, я вас приводил не к тому, кто что говорил, а к фактическим данным. Две страны, две армии, и какая-то армия находится на территории другой страны. Помните? Независимо от того, кто что говорил. Правильно? Вы имеете в виду, что сейчас боевые действия происходят в вашей стране? Вот, все верно. Ну, власти тоже, но мы сейчас не об этом говорим. Я не про боевые действия. Не, ну ваши войска сейчас на нашей территории также находятся. Отлично. Я даже с этим спорить не буду, но это не столь важно в контексте. Какие войска вторглись на территорию соседнего государства? Российские или украинские? Типа сначала? Да, сначала. Ну, первые мы. Вот, видите, то есть это же простая логика, правильно? То есть всегда в конфликте есть жертва и агрессор. Вы согласны с этим? Да. Вот. Отлично. Мы уже по чуть-чуть, по чуть-чуть, видите, приходим к единому. Тогда давайте определяться, кто в конфликте России и Украины жертва, а кто агрессор. Тут никто не жертва, никто не агрессор. Не понял сейчас. Почему? Мы вот буквально 30 секунд назад пришли к тому, что всегда есть жертва и всегда есть агрессор. Вы сказали да. Это да, в любом конфликте. Но в данной ситуации у нас нет ни жертвы, ни агрессора. Знаете, у меня как-то вот иногда я общаюсь с россиянами, и у меня просто мозг, знаете, вот он вроде бы должен понимать, но вы говорите, и у меня... А мы сложные люди, нас сложно понять. Ну, с этим я не спорю, тут согласен. Не, но вы же ведёте к тому, что вы жертва, а мы агрессоры. Я ни к чему не веду, я аргументирую свою позицию. Если я отвечу иначе, вы будете этому противоречить, в любом случае? Нет, смотрите, я же сижу и без негатива слушаю аргументы, правильно? Я жертва, мы жертвы. Российская Федерация жертвы, вы агрессоры. Вот, отлично. Это стильное утверждение. Я с ним не хочу спорить, но я бы хотел услышать ваш аргумент. То есть, почему вы пришли именно к этому выводу? На основании каких данных? Потому что, как нам все утверждают, и как мы тоже считаем... Давайте не будем говорить, как кто утверждает. Какие-то фактические данные. Мы тоже считаем, что это всё начали вы? Ну, начали что? Войну, опять же. Ну, конкретно, конкретно. Смотрите, вот я вам могу сказать, смотрите, 26 февраля 2014 года на территории Украины, Автономная Республика Крым, российские войска захватывают парламент, снимают украинские флаги, вешают российские, блокируют милицейские части, военные части. Снимают действующую власть, Могилёва ставят, своего Аксёнова, после чего проводят незаконный референдум, который признаёт только Никурагуа. Как бы, вот с чего всё начинается. Где здесь Украина на Россию? Я что-то не понял. Так, в 2014 году у вас вроде же была гражданская война между собой. О, отлично, это тоже очень сильное утверждение. А знаете, кто её начал? Без понятия. Её начал гражданин Российской Федерации по фамилии Дыркин Стрелков. Да я вообще первый раз. Я знаю, бывает такое. А знаете, кто был первой главой Министерства обороны ДНР, так называемого? О, ну. Гражданин Российской Федерации Дыркин Стрелков. А знаете, кто первый глава был Донецкой Народной Республики? Кто? Бородай, это депутат из Москвы, гражданин Российской Федерации. А хотите, я покажу видео, где Путин говорит о том, что, ну, наши войска заблудились на территории Украины. Десантники, знаете, там боевые действия, а наши десантники, они такие, знаете, ну, потеряшки. О, давай, мне интересно, мне интересно, давайте. А есть соседний телефон или ещё что-нибудь? Телефон есть, да. Вот, отлично. Я сейчас вам скажу название, а вы его откройте, без проблем? Да, давайте. Только не скипайтесь, если есть возможность. Да, хорошо. Может быть, мы даже к чему-то и придём. А где, в ютубе смотреть или? Да-да-да, вот, я нам в чат кинул, видите, название видео. Вот это вот название, дословно, пишите в ютуб. Я как будто год пошёл, а у меня восемь лет, это такая. Восемь лет, да, знакомая цифра. Слышали где-нибудь про восемь лет? Да, есть такое. Есть такое, есть такое. Настя, Кишаник, у меня даже есть одноклассники, Настя. Мы, короче, не с первого класса, а с шестого класса. Вы как-то долго ищите эту. Всё хорошо, получается? Я и... А, всё нашла. Говорили, что они заблудились просто на бронетехнике и с оружием. На бронетехнике и с оружием, ну, типичные потеряшки, знаете. Это, кстати, он ещё не сказал, где это. Это рядом с Силовайском, как раз-таки в августе месяце 2014 года, когда там устраивали котлы и уничтожали украинцев. Ну, типа, знаете, ну, бывает, да, заблудились, десантники. Не пограничники, ну, десантники. Так что, я считаю, что это вопрос технический. Мы с Петром Алексеевичем Порошенко об этом говорили, и он заверил меня в том, что российские военнослужащие будут переданы России так же, как мы передавали и передали до сих пор. А вот ещё, хотите, смотрите. Да-да, это как раз на тот период. А вот это вот заявление Министерства обороны Российской Федерации. Видно, что человека отвлекаешь. К сожалению, не смогу посмотреть. Почему? У вас YouTube заблокировали? У меня после этого видео резко началась просто какая-то перезагрузка YouTube. Меня, наверное, сейчас ФСБ примут. Ну, там Миша громко разговаривает. Можно чуть тише, пожалуйста? Миша, чуть потише. А, простите, Саш. Тут стримы. Простите, Санёк, сорян. Ничего страшного. А к чему мы хотим прийти? Ну, вы сказали, что у нас гражданская война была. Я вам привожу, что была оккупация Крыма, война на Донбассе. Что это всё делают россияне с российским паспортом и российские военные. И я вам вот аргументировал, вот видео Путина. Ну, правильно, кто выше на Россию, чем Путин? Никого. Вот Путин говорит, что войска были. Я вам фамилии конкретных людей называю. А вы говорите, что у нас гражданская война. Ну, это как-то странно, когда в контексте гражданской войны граждане другой страны возглавляют народные республики, а войска другой страны там заблудились. Ну, немножко странно, правда? А, то есть вы хотите сказать, что у вас была негражданская война. То есть с Россией война зарождалась ещё в 2014 году. Нет, она не зарождалась. Она была с 2014 года. Ну, всё, я об этом и говорю. Понятно. Но нас немножко по-другому нам это всё предоставляют. А хотите, я вам немножко экскремистской литературы подкину? Давайте. На 67 страниц. А, это мне всё читать придётся? Не-не, как хотите. Там, я считаю, очень структурировано, очень доходчиво и всё поразделано. То есть вы можете выбрать, что конкретно почитать. И там тоже куча видео, куча документов. Всё есть. Вы телеграммом пользуетесь, нет? Да. Вот, поиск телеграммов кидывайте. Сейчас, сфоткаю просто. На потом. На потом? Только, ну, не забудьте, потому что... Обычно, когда говорят потом, это значит никогда. Да, не-не, я посмотрю. Охотно верю. Не, я просто в целом, я в политике вообще вот в этом всём не разбираюсь. Хорошо. В политике не разбирайтесь. Тогда ещё пару вопросов. Ну, про кто жертва, кто агрессор. Но пока что останавливаемся, правильно я понял? Да, сложно, сложно, да. Сложно. Ну, как вам в целом моя аргументация, подача? Не агрессивно, доходчиво ли? Да, да, я вас понимаю, прекрасно понимаю. О, всё здорово. Хорошо, идёмте тогда дальше. Смотрите, мы пока не разобрались, кто жертва, кто агрессор. Но если вы действительно почитаете, скорее всего, вы разберётесь. Так вот, вот вы сейчас говорите, вы маленький человек, не разбираетесь. А санкции ощущаете как-то? За границей, может, где-то бывали, а теперь не можете. Есть ли какие-то такие нюансики, связанные с тем, что вы не разбираетесь, а как бы всё равно приходится ужиматься как-то? Естественно, санкции на нас, ну, лично на какой-то вот такой народ из моей категории никак не повлиял. А какая у вас категория? Ну, в плане возраста, там, подростки, молодёжь, на нас это никак не повлияет. А Инстаграмом пользуетесь? Инстаграмом пользуюсь. Да бы его заблокировали на России, подождите. Нет, всё прекрасно, мы все пользуемся Инстаграмом. А как, что вы, вы колдуны? Нет, спокойно Инстаграмом пользуемся. Единственная суть, с которой сложно пользоваться, это ТикТок. А что случилось? Ну, ТикТок не работает, ТикТок надо скачивать. А этот Инстаграм, вы имеете в виду через VPN пользуетесь? Ну, да, конечно. А, Витя, а то вы так сказали, беру и пользуюсь. А вот я почему-то не, мне не нужен VPN. Не, ну, это понятно, но VPN это никак не осложняет, всё хорошо работает. Так что это, ну, не такая глобальная проблема. Нет, просто понимаете, вы сказали, что вы никак не ощущаете, и я пытаюсь от малого к большему прийти с точки зрения того, что всё-таки ощущается. Ну, это прям в малой степени. Так я же говорю, от меньшего к большему. Мы сейчас дальше пойдём. Я же, ну, пока что здесь ещё. Возможно, я не могу, например, прилететь в какую-то страну, например, как в Германию, потому что мне не дадут визу. О, с визой не проблема. Возможно, но я не пыталась. Ну, например, у меня тётя в Германии живёт. Она не может получить визу именно в Россию. А как я, будучи в России, я не знаю, могу ли я получить визу к ней. Я не пробовала. Поэтому это не точная информация. Но она ко мне не может. Хорошо, давайте не будем прямо углубляться. Закрытие границ, правильно? Ну, коротко. Ну, так, я бы не сказала, блядь. Летом в Турции отдыхала. Всё хорошо. О, по поводу этого тоже будет вопросик. Хорошо. Раз мы далеко не ушли. А вот цены, например, как вам? В Турцию? Да. Ничего не изменилось. Как стоило, только стоило. Но я летала, и когда мне было ещё далеко, лет 13, это ещё, да... То есть, грубо говоря, в 13 лет вы платили 20 тысяч рублей. И вот этим летом вы тоже заплатили 20 тысяч рублей. Да, цены не изменились. В Турции нет никак. Ну, честно говоря, это звучит очень странно. А можете взять телефон и просто загуглить тенденция роста стоимости турпоездки в Египте, Турции? А где вообще за границей бывали? Только в Германии и в Турции. Как вам Германия в целом? Хорошо, да. Там мои родственники, поэтому... Тенденция роста цен на что? Ну, я не знаю. Вы же рассказывали про турпутёвку в Турции. На тур... Туристический. Тур — это сокращённо. Я понимаю. Матя, не отсюда, а туда. Наверное, куда начнут. Тут просят передать, передать ей Мишу, что она симпатичная. Мы же сможем. Ну, это в чате. Миша симпатичная. Передать ей. Миша, ты симпатичная. Спасибо. Это не мне, это не мне, это в чат. Ну, я говорю спасибо. Понял. Я Миша. Хотите ещё раз покажусь? Только раздеваться не нужно, пожалуйста. Мы на трансляцию. Да не-не-не-не-не, я вот такого себе не поддерживаю. А, всё, спасибо. Написано, что цены на отдых в Турции выросли на 30%. Это не может быть. Вы же рассказывали, что они подешевели. Я не говорила, что подешевели. А, кто же сам? Да. А тут вы читаете, подорожали. Это как? Кто врёт? Вы или в интернете? Попияли падение рубля, увеличение времени перелёта. Падение рубля? А что случилось? А я вообще без понятия. А. Мы сейчас будем разбираться. А что такое падение рубля, как рубль падает? Давайте закончим с плодоком в Турции, а потом про рубль. Хорошо? А то мы как-то всё сразу... Окей. Как быть с этой информацией? Слушайте, а у меня сейчас вопрос другой. Я вам сейчас всё-таки рассказываю. А вы это всё на... Где вы стримите? Ютуб. А, на Ютубе. А если меня потом найдут и посадят? За что? Ну, я не знаю, за то, что я тут это... А, как это говорят? Блин, как говорят? За пропаганду. Не, не пропаганду. Осквернение. 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 Оскорбление, может? Не-не-нет. Именно... Осквернение, типа, в другой снах суждений? Дискредитация. Дискредитация России... Вооружённых сил Российской Федерации. Российской Федерации. А как вы их дискредитируете? Я что-то не понял сейчас. Я не знаю, но я с вами что-то... Ну, иногда соглашаюсь. Вдруг мне даже соглашаться с вами нельзя. Ну, вы знаете, вот вы смелая. А Миша решила в эту тему не лезть. Говорит, лучше я там пообщаюсь с кем-то другим. Так меня смелую посадят завтра, я думаю уже. Ну, тут уже как повезёт. А, ну блин, надо скипать. Мне уже страшно. Так, я ж не знаю, что вас там на Россию за это могут посадить? Ладно, ладно, я на береге, я ничего плохого не говорю. На берегу. Да. Или на береге. У меня русский просто неродной на самом деле. Да, у меня тоже. Я понял. А тут ещё вопрос. Миша какой национальности? Миша-то какой национальности? Татарка наполовину узбечек. О, можно татарку обратно? У меня всегда к татарам есть вопрос. Татарка. Тут. А тут она тут. В кадр давайте идём. Татарка, в кадр, пожалуйста. Что? Скажите, пожалуйста, как на татарском будет свобода? Я не знаю. Могу у мамы спросить. А как на татарском будет хлеб? Нан. Ты знаешь, я думала, ты вообще ничего не знаешь. Нан. Как это? Нан хлеб будет. Хлеб знаете, свобода не знаете. Свобода не знаю. Понял. Меня осуждали за это. Не-не-не, ни в коем случае. Мне вообще это такое. Просто есть один исторический деятель, который сказал следующую фразу. Когда человек выбирает между свободой и хлебом хлеб, по итогу он лишается и свободы, и хлеба. Как вам фраза? Иреклик. Да, всё верно. Иреклик будет свободой. Я знаю, да, спасибо. Я тоже. Я тебя тоже знаю. Спасибо вам, что я выучила. Как вам фраза в целом? Очень нравится, красиво. А как думаете, кто сказал? Сказал? Ой, ну это я вам не скажу. Бандер. Слышали такого персонажа исторического? Ну, честно признаться, наверное, нет. Кадыров обещал 100 тысяч за голову Бандеры. Серьёзно? Да. Не хотите подработать? Буду иметь в виду, но нет. Нет, 100 тысяч мало. 100 тысяч мало? Да, это очень мало. Мне для обычной жизни 300 тысяч. Так, а если вы погуглите, то там просто нужно на кладбище прийти и откопать голову. Там не сложно. Нет, спасибо. Это мало. Простите, мы рискуем свою жизнь. Почему? Ну, по крайней мере, хотя бы морально плохо будет потом. Понял. Ладно, всё, Миша, спасибо. Мы продолжим общение с вашей подружкой. У нас там серьёзная тема была. Мы падение рубля ещё планировали обсудить. Да, да. Давайте обсуждать. Есть время ещё? У вас вопрос был по поводу падения, правильно? Да. Ну, какой задавайте? А, ну, как рубль падает. Это вопрос, я должен вам рассказать, как рубль падает? Ну, это, что это вообще за фраза, рубль падает? Это значит, рубль падает. Ну, вот, например, вы точно так же, как сейчас с ценами смотрели, точно так же можете написать курс рубля, там, по годам, и посмотреть. Можете? Курс рубля. Курс рубля, девочки. Какая была твоя реакция, когда родился твой брат? У меня четыре года было. Потому что у меня папа и подавили. Круто. Новый человек. Поняла, что у меня баба была. Круто. Я ничего не понимаю. В каком плане? Тут все, ну, динамика курса к доллару. Вот, подходит. Ну, да, только я не понимаю. Ну, покажите, можете, что вы там смотрите? Вот, тут такая вот штишечка. Вот, видите, вот какой график? Восходящий или снисходящий? Ну, восходящий. Вот, отлично. Вот, что становится дороже, доллар или рубль? У тебя как, у вас же тройда сильная. Доллар? Вот, смотрите, отлично. Доллар становится дороже. К чему мы приходим? Вот эта вот штучка, которую вы в руке держали, где ее производят? Капушечку. Вот, вот, вы в руках держали. Вот у меня похожая есть. А, телефон? Да, да, да. В Америке. В Америке, в Абемике, да? Калифорния. Понял. Ну, давайте, вас там отвлекают? Не-не-не. Все хорошо? Может, в СБ уже пришли, я ж не знаю. Да я что-то в телефон иногда подглядываю, вроде еще не пишут. А, так вот, смотрите, не будем говорить, в какой стране, не столь важно. Делают за границей, вы с этим согласны? Да, made in Калифорния. Вот, отлично. И смотрите, если это делают за границей, соответственно, это покупают за границей, правильно? Потом привозят на Россию, растамаживают, привозят в магазин, магазин ставит свою наценку и уже продает, и оно доходит до конечного потребителя, то есть до вас, правильно? Соответственно, если растет курс доллара, соответственно, телефон, который вы покупаете по факту за рубли у себя, вы потратите больше рублей, чтобы купить тот же телефон спустя года, потому что график вот так вот вверх движется. Ну, да, 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 да. Вот, вот что значит падение рубля. Все понятно. Здорово. Спасибо. Как думаете, почему такое происходит? Ну, потому что санкции. Опа, санкции, а за что? Ну, потому что все за вас, не за нас. Вот, это тоже хороший аргумент к тому, кто же жертва, а кто агрессор. Как вы думаете, кому будут помогать, жертве или агрессору? Нет, получается, мы жертвы, раз санкции против нас. Нет, санкции против агрессора вводят, чтобы, скажем так, задушить агрессию. А где это определение? Какое? Ну, что санкции против агрессора. Нет, ну смотрите, давайте по другому пути пойдем. Есть абстрактная ситуация, в которой там что-то происходит, в которой есть жертва и агрессор, правильно? И в этой ситуации кому будут помогать, жертве или агрессору? Вроде бронницы, нет, я же в поселке броню. Я не знаю. Ну как это? Ну вот если вас на улице будут бить, кому помогут? Помогут вас спасти или помогут вас добить? Это плохая ситуация. Я согласен, полностью осуждаю ее. Нет, плохой пример я к тому. А, почему? Ну типа не помогут? Не всегда помогут. Я понял. Ну ладно, тогда давайте возьмем другой пример. Вот я даже не знаю. Та же самая ситуация, только в Америке. Нормально. Хорошо, давайте по-другому. Ладно, суд. Берем суд, судебная система вся. Есть убийца и есть там жертва, правильно? То есть кого поставят, кто виноват? Убийцу или труп? Убийцу, конечно. Вот, убийцу, то есть агрессора, правильно? Тот, кто совершил преступление. Просто же. Вот так же и в мировом сообществе. То есть есть жертва, а есть агрессор. Для того, чтобы агрессор прекратил свои деяния, в мире не так много инструментов на самом деле. То есть альтернативы, ну, ее нет. Поэтому пытаются задушить экономику России, чтобы у России не было денег на ведение войны. Но Россия, знаете, такая гадкая страна, которой, ну, правит один поехавший дед, которому по большому счету плевать на свое население. А населению плевать самих на себя. Ну, не в обиду. Мне кажется, что это скипнулось. Но это не точно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok